Правительство разработало ряд программ по возмещению затрат по кредитам. Какие же виды субсидий бывают и как их получить? Субсидия на погашение кредита по ипотеке. Государство предоставляет субсидию по ипотечным кредитам. Субсидия предоставляется на возмещение уже взятого кредита или для первоначального взноса при вступлении в ипотечную программу. Субсидия по ипотечным займам предоставляется. Категория лиц комментарии молодым семьям супруги не должны быть старше 30 лет. Субсидия на семью без детей не превышает 35%, с одним и более ребенком – 40%. Проценты рассчитываются от средней рыночной стоимости жилья, с учетом метража на один член из семьи и наличие детей. Помощь на молодую семью выдается один раз. Военнослужащим на контрактной основе это граждане РФ, являющиеся участниками программы накопительной ипотечной системы, молодым госслужащим, учителя и ученые субсидия предоставляется на формирование первоначального взноса на кредит. Возраст не должен превышать 35 лет, для докторов наук не старше 40 лет. Субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам. На данную субсидию могут рассчитывать следующая категория граждан – сельскохозяйственные организации, потребительские и сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства, российские граждане, имеющие личное подсобное хозяйство. Для получения финансовой помощи необходимо, в соответствии одной из целевых программ, заявление на возмещение произведенных затрат, предоставить документы, подтверждающие погашение ипотечного кредита. Решение принимается в течение 10 дней. Читайте также статью «Субсидии для сельского хозяйства на развитие в 2020 году необходимые документы». Заемщику необходимо предоставить следующие документы – заявление о возмещении части расходов, кредитный договор, документ, подтверждающий получение кредита, график погашения кредита, документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства, документ из банка с указанием номера лицевого счета, куда будет перечислена субсидия, расчет суммы пособия по утвержденным министерствам формам, документы, подтверждающие целевое использование займа. Субсидия на погашение задолженности по льготному кредиту. Субсидия на погашение задолженности по федеральному льготному займу предоставляется многодетным и молодым семьям при условии «Семья до оформления ипотечного займа должна стоять на учете нуждающихся, то есть имеет ограниченный бюджет. Субсидия предоставляется только на завершенные объекты. Пособие начисляется на дату подачи заявления на субсидию. Сумма субсидий рассчитывается по статусу семьи и количеству детей. Пособие начисляется на основе прожиточного минимума. Для оформления пособия необходимы следующие документы. Документы, подтверждающие нахождение семьи на учете нуждающихся на улучшение жилищных условий. Банковский документ об остатке невыплаченного кредита по ипотеке. Документы. Подтверждающие право собственности у одного из членов семьи на жилье. Справка о статусе жилого помещения, которое находится в собственности и является залогом по кредиту на жилье. Использование данной финансовой помощи возможно только целевое, в некоторых случаях ею можно воспользоваться в качестве первоначального взноса по кредиту и покрытия части затрат по займу. Субсидия при рождении детей на погашение кредита. Молодой семье для возмещения займа по ипотеке необходимо быть участником программы «Молодой семье. Доступное жилье». Предоставление субсидия государством осуществляется в виде возмещения при рождении первого и второго ребенка за каждого стоимость 18 квадратных метров. Субсидия выплачивается единоразовой суммой, а также стоимость одного квадратного метра привязана к среднерыночной цене на недвижимость в конкретном регионе. Решение о предоставлении субсидии принимает местным муниципалитетам. Для оформления пособия необходимы следующие документы. Документ, удостоверяющий личность обоих супругов. Свидетельство о рождении на каждого ребенка. Кредитный договор. Документы, подтверждающие право собственности на приобретенную. Недвижимость. Выписку из домовой книги. В случае положительного решения исполнительных органов, целевые деньги на погашение долга по ипотеке перечисляются на лицевой банковский счет. Субсидия по кредиту на развитие личных подсобных хозяйств. Государством поддерживается развитие сельского хозяйства и личных подсобных хозяйств УПХ. Данная помощь выражается в целевом кредитовании личных подсобных хозяйств через такие банки, как Сбербанк и Россельхозбанк. Россельхозбанк – ведущий кредитор на российском рынке России сельскохозяйственного сектора. Целевой кредит выдается при следующих условиях – при залоге имущества и поручительстве третьих лиц. Заемщик должен быть прописан в сельской местности, он должен быть гражданином Российской Федерации, старше 23 лет, с трудовым стажем на последнем месте работы не менее полугода. Финансовая помощь предоставляется для погашения части процентов по займу или уменьшения ставки по нему. Субсидия рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров личных подсобных хозяйств, срока кредитования, начального капитала и других критериев. В рамках государственной программы целевым кредитованием российских граждан на развитие их личных подсобных хозяйств также занимается Сбербанк. Основным условием программы является прописка заемщиков сельской местности. Использование субсидии возможно как взнос на понижение ставки по банковским процентам. Для получения пособия в Сбербанке необходимо написать заявление, выписка, подтверждающая сельскую прописку, выписка из похозяйственной книги, которая предоставляется местной администрации, предоставить документы. В любом отделении Сбербанка сотрудники проконсультируют о процедуре оформления субсидии и предоставления всех необходимых документах. По каждому запросу решение принимается индивидуально в течение двух дней. При положительном ответе банк уведомляет о дальнейших действиях. Читайте также статью «Выплаты и субсидии одиноким пенсионерам в Москве в 2020 году. Алгоритм оформления субсидий в 2020 году». Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета. Кандидат обязан собрать пакет документов, подтверждающий его право на государственную помощь. Заявления вместе с документами направляются в департамент, занимающийся взаимодействием с бизнесом. В течение десяти рабочих дней документы изучаются. Комиссией, созданной в органе местного самоуправления для распределения государственных субсидий, принимается решение. Кандидату направляется мотивированный ответ. Возможность получить государственную помощь есть, однако нужно понимать, что программа ограничена рамками бюджета. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!